Приветствую вас. Смотрите, какая получается история. Ваш молодой человек ревнует вас настолько, что, по сути, закрывает вас дома, никуда не отпускает, запрещает обжаться нашим отцом, вот. Этот молодой человек настолько ревнует, настолько неуверен в себе, у него, может быть, даже патологическая ревность. В психиатрии есть такое понятие, как бред ревности, когда ревнует вообще всех. Вот. Но за ревностью всегда кроется определенный страх. И, в первую очередь, это страх одиночества. Вот. То есть, ваш молодой человек, он, по сути дела, боится, видимо, остаться один. И боится настолько сильно, что его ревность уже переходит все границы. Вот. Но это он. То есть, в этом смысле мы мало что можем сделать. Потому что, ну, молодой человек, он, вот, ну, вот он такой. Как бы нравится это, не нравится он такой. И от этого я никуда особо не денешься, да. Вы его приняли таким. И, вот, и, ну, вот такой вот он ревнивый. Но тонкость вся, на самом деле, немножечко в другом. Тонкость вся в том, что вы сами находите состояние жертвы в этом ключе. То есть, вы позволяете мужчине так себя с собой вести. И здесь, на мой взгляд, очень важно понять, почему вы позволяете мужчине вести так себя с вами. Вот. Вы, по сути, добровольно поместили себя в заточение. Вы говорите, что у вас напряжены нервы. Ну, на пределе. И не мудрено. Но, ведь никакой свободы у вас нет. Но, проблема в том, для чего, почему так? Разве это любовь со стороны молодого человека запрещать вам общаться с отцом? Ну, подумайте об этом, пожалуйста. И та причина, по которой вы поместили себя в это состояние, в состояние жертвы, она с вами была и она с вами будет. Дело здесь не молодого человека. Дело здесь именно вас. То есть, вы всего ряда причин. Ну, мы, может быть, или нуждаетесь в том, чтобы с вами так себя вели. То есть, ходите к контролю и вас устраивает этот контроль. Либо вы так же, как и молодой человек, боитесь остаться в одиночестве. Вот. То есть, здесь нужно выяснять. Обязательно. То, что у вас происходит сейчас, занимается независимыми отношениями, в которых молодой человек выступает в качестве тирана, а вы выступаете в качестве преследователя, а вы выступаете в качестве жертвы. И весь парадокс в том, что ответственность за, ну, скажем так, за свое состояние, за свою жизнь несете вы и только вы. Больше никто. Понимаете? Вот. Вот в этом и заключается вся суть. В этом и заключается вся суть. Для чего-то вам нужно находиться в этом состоянии. Для чего-то вы позволили молодому человеку лишить себя, ну, скажем так, всей активности своей социальной. А сейчас сам. Кстати, довольно интересно узнать, как ваш папа отреагировал на то, что вы с ним перестали вообще общаться. Это тоже обидно, унизительно, оскорбительно. А если он, ну, например, узнает, что это произошло именно потому, что молодой человек вот так себя повел. Ну, опять же, вопрос, хотите ли вы разделить свою жизнь с тем, кто в себе не уверен. К сожалению, разделить свою жизнь с тем, кто не так сильно вас любит. Потому что любовь здесь, ну, настолько, поскольку именно любовь. Потому что это ревность. Там где есть ревность, там чистой любви нет. Вот. Значит, не знаю, как мне быть. Ну, во-первых, сказать молодому человеку, что у него есть существенные проблемы. Это вот по наградности, что вам нужно, нужно сделать. И сказать ему, что его вопросы, его просьбы, они ненормальны. Абсолютно неприемлемы для вас, потому что, как бы, ну, по своим отцам вы хотите и будете общаться. Вот. И, как бы, никто в целом мире вас не вправе этого лишать. Потому что отец один, как бы, и... Ну, правда, вы... Вы серьезно не понимаете, что это ненормально. Вот. Если у молодого человека какие-то больные фантазии, да. Вот. А вы идете, как бы, у него на поводу. Хорошо. Что вам и движет. То есть, молодого человека направляете к психологу, если он вас любит. Вот. Сами от него отдаляетесь и начинаете жить своей жизнью. То есть, общаться со всеми, работать. Вот. И у молодого человека будет выбор. Либо он принимает вас такой, либо нет. Вот и все. Потому что, если он вас не примет, то, я боюсь, ситуация будет такова, что, ну, дальше, именно дальше в жизни, он вас может и принуждать, и, возможно, даже использовать силу физическую. Для подавления. Обычно ревнивые люди, они достаточно впыльчивые и могут и ударить, и все. Вот. Вот. Этот человек ненадежный. Ненадежный до тех пор, пока не проработает свои проблемы с психологом. Вот так можно ответить вам на вопрос. И в заключение я бы хотел спросить у вас, какой помощи вы хотите? В чем вам помочь? Понимаете? То есть, ну, вот вы и написали ситуацию, да. Опиздали вы проблематику. Хорошо. Говорите, надеюсь на вашу помощь. Да, нужна помощь. А какая? Я не знаю. Вот как вы сами себе представляете, помочь вам все сказать, как быть? Просто сказать, как быть. Ну, я, например, я, например, более чем уверен, что вы знаете, как вам быть. Ну, сами, сами. И то, что вы не поступаете так, говорит о том, что либо вы как-то, ну, боитесь, может быть, чего-то, либо вы хотите быть в этом состоянии. Вот. И так далее. Понимаете? Поэтому я хотел бы, чтобы вы определили, какая помощь вам нужна. Какой помощи вам хочется. Вот. И исходя из этого уже, чтобы делали какие-то выводы. То есть, в принципе, можно бы работать с вашим молодым человеком. Да? Можно поработать и с вами. Можно с вами обоими поработать в конце концов. А, то есть, как бы, ну, включиться и поработать. Все это можно сделать. Ну, вот. Например, там, грубо говоря, вы там чертите через компьютер, он там как-то еще, да, и все как бы работает. Вот. Вот. Но вопрос в том, чего хотите вы, какую помощь хотите именно вы. Понимаете? Вот это нужно определить. Потому что, пока, пока, это просто жалоба. Вот. Пожаловались на молодого человека. И все. И все. Ну, пожаловали. А дальше? Дальше? Что дальше? Что дальше? Как бы, что делать-то будем дальше? Понимаете? Так что, я думаю, вам надо бы принять решение, ну, свое. и, соответственно, исходя из этого уже двигаться. А на этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что он помог вам. А если у вас остались вопросы, пишите в личку. Я буду мудраться помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого-самого доброго, удачи. Не теряйте связи с родителями и успешного разрешения данной ситуации. Удачи! 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 Удачи!